И так, ну что ж, ариару, мои маленькие любители покушать, и это начало новой и увлекательной сборщики. Ну а на этот раз меня занесло прямиком на Марс. Да-да-да-да-да, всё вы правильно поняли. И эта сборочка начинается не как остальные ванильные сборочки, а всё потому, что её сюжет и сценарий разрабатываю я. И в этот раз, как ни странно, нашего персонажа заносят именно сюда, прямиком, на Марс, на всеми забытую и всеми любимую планету. И нам предстоит как-то в этих условиях выживать. Всё, что нас сейчас окружает, это купол, в котором, на удивление, есть кислород. Я так понимаю, люди, которые бросили меня здесь выживать в таких условиях, позаботились о том, чтобы я не умер в первые же секунду. Здесь у нас имеется один основной отсек, в нём, получается, я смогу строить и выживать в дальнейшем, то есть здесь есть какое-то рабочее пространство. И из этого основного купола у нас удует, получается, 4 выхода. Один выход, я так понимаю, да, именно, предназначен для того, чтобы генерировать здесь кислород. Напомню, я на удивление, то что на Марсе кислорода нет. И чтобы выживать как-то здесь, в куполе были созданы условия, при которых я смогу выживать в этом куполе и дышать кислородом. И, судя по всему, температура тоже тут предусмотрена. Также у нас здесь имеется хиатин элемент, благодаря которому, я так понимаю, и происходит нагрев этой базы. Правда, не совсем понятно, как происходит распределение теплоты по всей базе, чтобы мне на всей её территории не было ни холодно, ни жарко. Но это, допустим, опустим моменты, ведь это Майнкрафт, и не стоит задумываться о таком. И Enrichment Chamber из механизма, ага, с атомной батарейкой. Она, конечно, у нас бесконечная, но с маленьким КПД, ну ладно. Я думаю, то, что он нам пригодится, и не зря его здесь нам оставили и поставили. И всё, никаких сундуков, ничего больше здесь нету, хорошо. Хорошо, дальше я здесь вот вижу какой-то туннель, я так подозреваю, это выход у нас. И судя по тому, что покела, которые у нас там расположены, не горят, значит, кислорода у нас в этом пространстве нет и быть пока что не может. И в связи с этим, давайте пока не будем открывать эту дверь. Эта дверь, я так понимаю, у нас закрыта. И судя по тому, что дальше у неё ничего нету, видимо, пока что эта дверь ни для чего не предусмотрена. Ага, а четвёртая дверь у нас полностью разрушена. Видимо, кто-то или что-то её разрушило, или её просто не достроили, но непонятно. Но в итоге, я так понимаю, её я даже открыть не могу никаким образом. Да, она заблокирована пока что, хорошо. Так, ну, я так понимаю, делать что-то нужно. В любом случае, у меня, я так понимаю, ресурсы кислорода не бесконечны, ведь я не вижу ни одной структуры, которая генерирует кислород. Значит, кислород рано или поздно здесь у нас в баллонах закончится, и не настанет большая и беспросветная. Так вот, мне нужно как-то выживать. Так, я так понимаю, у меня в бортовом журнале есть так называемый квест-бук, который предусмотрен для того, чтобы я смог выжить на любой, хоть и на самой безлюдной планете. Ммм, Марс. Описание. Так, привет. Марс это безлюдная и безжизненная, неприспособленная под выживание планета. Но тем не менее, у вас все же есть, хоть и малый шанс, но выживание. Обнадежили. Все-таки у нас есть квест-линии, так, первые шаги. Вы обнаруживаете себя в совершенно непривычных для себя условиях. Попытки вспомнить, что это за место не привели к желаемому успеху. На разбирательство произошедшее может уйти какое-то время, а пока нужно найти способ не умереть. Не долго думая, самое простое, что вы можете сделать, срубить дерево, на которое ваш взор упал еще при первом открытии глаз. Так, подозреваю, вот то самое первое дерево. Давайте его попробуем срубить. К сожалению, я так подозреваю, тут не предусмотрен тот вариант, что я смогу его срубить. А нет, смотрите, предусмотрен. Срубил я все сразу дерево, которое здесь есть. Я думал, тут не стоит модификации, которая предусматривает срубание всего и вся по нажатию одной кнопочки мыши, но зажав кнопочку ее, я смог срубить все дерево, которое у нас здесь есть. Так, ладно. Бортовой журнал. Успешно мы забираем, получается, награду за выполнение этого квеста, получаем немножечко очков опыта. В принципе, неплохо. Нам открываются еще два задания. Тут и вышел капряд. Необычно. Обычно на каждом дереве есть различные паразиты. И казалось бы, что деревья, которые должны быть привезены с земли на другие планеты, подобным недугом страдать не будут. Благодаря развитию науки и плодам генной инженерии, нам все же повезло и с большой вероятностью деревья могут быть заражены паразитами, любящими плести свои нити среди листвы. Найдите способ скрафтить крюк для добычи этих паразитов и добычи нити, которые обязательно потребуются в дальнейшем. А второе задание у нас получается сразу инструменты. Давайте его тоже сразу прочитаем. Немного глубже углубившись в изначальные аспекты выживания, вы заметили, что невозможно получить первоначальные инструменты знакомым вам способом. Но тем не менее, инструменты вам понадобятся. Для их заполучения лучше всего подойдет небольшая рабочая станция по крафту персонализированных приборов и инструментов. Получается, я не смогу скрафтить обычные инструменты. Допустим, если я захочу к этому. Вот, кирка. Ага, то есть деревянная, каменная, мне кирки недоступны почему. А вот алмазная и железная, странным способом, но доступны. Ладно, видимо это какие-то недоработки, но я думаю, со временем это и справится. Так, ну раз нас просят, давайте сразу приступим. Переделываем немножко дерева в доске. Первым делом скрафтим себе обычный верстак. И его уже переделываем в верстак и стинкер констракт. И вот давайте, пожалуй, без разницы, я думаю, где. Но вот этот вот тоннелечек мне очень сильно нравится. Кстати, я только сейчас заметил, что у нас в отличие от земной вот такая вот гравитация, и мы можем прыгать аж, наверное, на три блока примерно вверх. Ладно, хорошо. Но не стоит этого опасаться. Поближе к кислороду будут располагаться наши первоначальные инструменты. Это, я думаю, способствует меньшему кислородному голоданию. Дальше я хочу скрафтить немножечко палочек и скрафтить себе немножечко таких вот блок-паттернов. Ну а дальше я скрафчу обычные ресурсы из стинкер констракта. Это Tool Station, Essential Table и Part Builder. Также, судя по квесту, нам необходимо скрафтить паттерн чест. Не знаю, зачем, но ладно. И квест должен был выполниться, но почему-то не выполнил. А, потому что я скрафтил не то, что мне нужно. Ладно. Такое бывает. Я скрафтил паттерн чест, а по квесту нужен парт чест. Немножко разные вещи, но тем не менее. Вот, все, замечательно. Квест мы завершили. Теперь все необходимое я здесь у нас размещаю успешно. Мы забираем награду за квест. Замечательно. Теперь нам нужно шелкопряда это выполнить. И пока я с вами говорю, тут уже за окном уступает ночь. Я уже вижу вражин, которые надели скафандр для того, чтобы выжить. И обитают у нас на этой бескрайней планете. Даже эндермены, вон, зомбари с тыквами. Да, невообразимо мне страшно. Я не знаю, что из этого получится. Так как никаких других инструментов у меня нет, я буду сразу все делать из дерева, чтобы потом иметь возможность все это прогрейдить. Для того, чтобы скрафтить банальный крюк, мне нужно 4 палочки обычных. Хорошо. То есть мы делаем паттерн палочки, а в партбилдере, получается, делаем обычные палочки. И теперь в Toolstation нам нужно эти палочки выжить вот таким вот образом и получить тот самый wooden крюк. Хотя бы первоначально, но тем не менее. Теперь зажав кнопочку Y, опять сломать все эти листья. Сломать крюк, получить немножко саженцев. Замечательно. Заполучить немножко сил квормов и яблочек. Все, супер. Теперь давайте остатки дерева переработаем в доски и попробуем снова починить. И благодаря всего лишь 3 единицам дерева мы чиним наш wooden крюк. И снова будем пытаться доломать всю оставшуюся листву, которая здесь у нас обитает. Смотрите, как обнаглели монстряки. Они подошли прям вплотную сюда. И не страшаться ведь этого. Тем не менее, листва была практически вся дорублена. Там остался маленький кусочек, но думаю, это не проблема. Вот этот вот зелень, который здесь есть, я тоже срубаю. Зарабатываю себе немножечко семян. Наверное, пригодятся в дальнейшем. Так вот, получается, я успешно выполняю задание сил квормам. И теперь, что нас просят дальше по квестам? Массианская земля. По структуре грунта земля на Марсе очень похожа на землю с земли. И ученые выяснили, что при определенной обработке можно получить необходимую для просеивания и выращивания почву. Невероятная удача, что прибор для переработки чудесным образом оказался запертым с вами под куполом. Ага, и что это значит? Совсем понятно на самом деле. Во-первых, у нас есть оксаплин, которые здесь успешно были добыты нами. Высушу я их вот таким вот образом, чтобы вот этот вот, в любом случае, grass-блок не зарос и всегда иметь возможность здесь иметь именно зеленую траву. Мне просто кажется, это намного эстетичнее. Я так подозреваю, у нас есть enrichment chamber. А задание предоставляет собой, чтобы я взял марсианский грунт в enrichment chamber и переработал в обычную землю. Офигеть. Допустим, поскольку у нас тут бесконечная, конечно, батарейка, но она очень слабая, я не знаю, насколько сильно у нас получится это эффективно сделать. Давайте сразу мы с вами в таком случае возьмем stencil table, сделаем обычный вот такой вот shovel kit и вот такой вот перекрестие, я не знаю, как это именно назвать. Хочу я себе сейчас заиметь обычную лопату, чтобы не голыми руками всю эту землю ломать. Пока уже наступил день, все зомбари успешно и скелеты там прочие умирают и замечательно. У них даже какой-то дроп вон падает и косточки мне понадобятся. Так вот, в toolstation мы заходим, делаем себе обычную лопаточку, давайте заодно себе скрафтим обычный сундучок, просто для того, чтобы скинуть сюда все вещи и чтобы наша смерть была не такой уже опасной. Что ж, выходим, получается, как только я сюда подойду, двери должны открыться, да, ага. Поворот сюда в это помещение успешно зашел, благодаря чему факелы зажглись и как только эта дверь откроется, наш шлюз будет закрыт и здесь создаться вакуум, но не создаться вакуум у нас в той поверхности. А, стоп, что? Сундук? Ладно. На сундук пока мы не обращаем никакого внимания. Наша задача сейчас наломать немножечко грунта. Я хочу отбежать подальше от нашей базы, для того, чтобы не ломать масштабы и ландшафты, которые нас окружают. 75 не так много, как хотелось бы, но ладно. Бежим скорее домой, пока мы не умерли. Мы уже потеряли два карачка голода и уже практически потеряли полстрочки хп, и без еды здесь выжить практически нереально. Давайте сейчас... Ага, стоп, что? Так, это все мне пригодится, очень сильно нужно. А, дверь-то откроется, нет? Дверь! Открывайся! Я не знаю, что за баг был с дверью, но кнув ее ногой, она успешно открылась, и мы без проблем попали в этот купол. У нас практически не осталось кислорода, и было гигантским, гигантским просто везением найти в сундуке оксиджентанки, гер и маску. Благодаря чему я смогу дышать и находиться за поверхностью нашего купола хотя бы какое-то минимальное количество времени. К сожалению, если я все правильно понимаю, я не смогу там находиться долго, опять-таки, по причине того, что температурой будут у нас высокие проблемы. Но это мелочи. И все же, главная причина, почему я не смогу там находиться бесконечно долго, у меня хоть и есть заполненные оксигеном танки, я не могу их возобновлять с этим оксигеном. И мне нужно будет, если я хочу выживать здесь, продолжать, найти способ заполнять эти танки оксигеном. Благодаря нашей вылазке я нашел здесь гигантское количество земли, ну, как гигантское, в принципе, его хватит. И по идее я должен загрузить его сюда вот, да, процесс какой-то пошел, ладно. Сейчас я хочу друбить вот эти вот деревья, которые у нас здесь выросли, и также друбить немножечко вот эту вот листву благодаря крюку, ну, насколько мне он позволит, прочность. И высажу сейчас здесь вот, я дерево, подожду, когда оно вырастет, для того, чтобы заразить его сил к вормам, и для того, чтобы уже заиметь себе немножечко нитки, которая будет у меня в дальнейшем. Ага, ну все, замечательно у нас процесс пошел, мы землю получаем в Enrichment Chamber. Все, супер, невероятно классно. По идее, ачивка у нас должна засчитаться, и бортовой компьютер у нас должен ее успешно принять. Следующая у нас как раз ачивка связана с просеиванием, и с тем самым ситом, которое мне необходимо. Научившись добывать обычную землю, вы горите желанием продолжить развитие. Для этого вам нужно просеивать найденную землю, и найдите в себе силы скрафтить Mesh и Sieve для дальнейшего продвижения. Стринг Mesh и Sieve, да, сита это понятно, и как раз ниточка для этого сита, ну, обычные стринги, ничего сверхъестественного. Пока земля у нас перерабатывается в Чембере, а перерабатывается она очень малоэффективно, потому что атомной батарейки не хватает банально для того, чтобы перерабатывалась эта земля. Хватает лишь какие-то крохи энергии, ну и в принципе нам, не имеющим ничего для этого, и этого хватит. И пока она там перерабатывается, я хотел бы немножечко воспользоваться возможностью и починить себе все инструменты деревянные. И сейчас мне остается немножечко подождать, пока у меня восстановятся ресурсы. А именно, мне нужно подождать, когда вырастет вот это вот здесь дерево. Даже я хотел бы, пока я жду, выбежать сейчас на поверхность и поискать здесь, может быть, я найду что-нибудь интересное и заприметить. Я уже вижу там вот какую-то шахту, вижу кучу, кучу просто во всех местах разбросанные метеориты. И даже вот там, если присмотреться, есть лед, то есть здесь есть на Марсе вода. А вот те самые кучи метеоритов, которые здесь обитают, костей, к сожалению, я пока что не вижу, а вернее сказать, я уже не вижу, ведь они, наверное, уже под действием ультрафиолета растаяли, ну и исчезли попросту. Но это ничего страшного, после следующей ночи, я думаю, наш подобного рода обход обвенчается успехом. Уже выросли у нас деревья, я даже немножко себе побольше их разместил для того, чтобы увеличить рост. И буквально на секунду отошел, а тут уже сразу два их выросло, замечательно. Я хочу взять вот этого силкворма и заразить вот эту листву. То есть буквально я обычного червячка сажаю на листву и говорю ему размножаться здесь и плести свою паутину. И просто способствую их росту и заражаю обычные деревья, тем самым снабжая себя так называемыми нитями, которые мне помогут в дальнейшем. А пока мои шелкопряды там трудятся, я взял и скрафтил себе два сита обычные, благодаря которым я смогу брать и в будущем просеивать различного рода инструменты и ресурсы. Шелкопряды наши успешно потрудились, только благодаря крюку я беру и ломаю всю листву, которая была заражена нитями. Крюк же я успешно чиню и воспользовавшись нашими нитями, я кратчу себе сита и помещаю их в правую кнопку мыши в обычные наши сита. Тем самым, во-первых, завершая квест, который нас просили выполнить, а во-вторых, обеспечиваю себя предметом, через который я смогу просеивать землю и гравий и прочие интересные интересности. Мы, получается, берем вот эту землю, которая здесь есть и просеиваем. Нам, по идее, сейчас земля особо не нужна и мы можем успешно брать и сразу все просеивать. Но хотя бы вот это количество земли, которое есть, надо просеивать в любом случае, ведь больше у нас в любом случае нет. После просейки мы получили следующие ресурсы. Самое ценное, на мой взгляд, здесь вот это вот эти вот маленькие камушки. В остальном мы получили саженцы различного рода деревьев, саженцы для арбуза, на секундочку, саженцы для андезита, диорита, гранита, вообще бесполезные, тыква, обычные семена. Ну и из интересного это все. Ну и, соответственно, чего мы могли ожидать, просто ломая обычную землю. Все, что мне не нужно получается, я складирую сюда, беру вот эти вот камушки и переделываю их в обычный каблстоун. Выполняю ачивку Stone Age, забавно. Каменная эра на Марсе. Теперь же, благодаря каблстоуну, я могу успешно скрафтить обычную печку. Давайте ее разместим пока что вот здесь вот. Она сейчас очень сильно понадобится в больших объемах. В качестве топлива, пожалуй, возьмем вот эти вот Oakwood Slap, которые остались от изготовления сид. Заместим их в качестве топлива, а в качестве инструмента пережарки обычная выступит наша бревна. И в результате мы получим чакол, древесный уголь, то есть, что, естественно, пойдет нам только на пользу. Теперь же я хочу сделать наш новый инструмент, и на этот раз третий. Беру я себе рот, беру я себе футбендинг, и получается изголовье кирки мы тоже с вами делаем. Я случайно сделаю его деревянным. И делаем мы также себе изголовье кирки, но на этот раз не простое, не из дерева, а из камня. Каменная эра у нас как-никак. И в нашем Tool Station мы это все себе собираем. Замечательно, это просто невообразимо классно. Я только сейчас заметил, наверное, вы заметили вместе со мной, то, что деревянные инструменты имеют с собой войство чиниться сами собой. Уникально и интересно. Мне по-хорошему выйти на поверхность, но у меня сейчас всего полтора сердечка. Для того, чтобы восстановиться, мне нужно пережарить, пожалуй, яблочки, хотя бы какая-то еда. Так, 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 и чтобы время не терять, я, пожалуй, себе скрафчу заодно инструмент, который поможет мне в дальнейшем. То есть вот этот вот Hatchcock, наверное, решил я сразу себе не мелочиться, а два инструмента скрафтить. Это Wooden Hammer и Wooden Hatch Head. Я так понимаю, это обычный топор, должен быть, по крайней мере, им. И, соответственно, все это я сейчас рублю успешно и занимаюсь обычной заготовкой ресурсов на будущее и дальнейшее. Пережаренные яблочки я сейчас покушаю, выставлю себе немножко светости и здоровья. Благодаря насыщению нашей жизни пока что очень сильно быстро восстанавливается, но я думаю, это продлится недолго. Мы с вами надеваем масочку и выходим, получается, с базы для того, чтобы накопать немножечко марсианского камня. Для того, чтобы иметь возможность его потом переделывать в наш обычный камень. Каменистый камень, я бы сказал. Та самая пещера, я пока вглубь заходить к ней не буду и просто вот здесь на поверхности схопну камешка. Ага, привет, зомбари. Не, я не по вашу душу, переживайте. Все, бежим отсюда поскорее. Два стака, кстати, мы умудрились с вами добыть, это неплохой такой результат, я вам скажу. Вернулись мы на нашу базу. Не забываем сразу же снять маску для того, чтобы кислород не тратился лишний раз. И получается выработка этой самой земли из марсианского дерна нам уже больше не нужна. И сразу мы сюда таким образом закидываем каблстоун, чтобы наш чембер производил обычную нашу каблу, обычную из нашего Майнкрафта, из обычного нашего земного мира. И нужно попытаться восстановить нам кирку, которую мы успешно сломали буквально с одного тычка. Хотя бы немножечко, но здоровье мы с вами восстанавливаем успешно. Я так подозреваю, нам сейчас нужно большое, буквально очень большое количество булыжника. Поскольку следующий, получается, наш квест будет заключаться именно в этом. Не зря же нам предоставилась именно такая большая возможность. Так, получается, стрингмейш мы успешно ачивку выполняем. Следующая у нас ачивка как раз была связана с марсианским булыжником, я что-то куда-то поспешил, видимо. Как ни странно, внимательно изучив марсианскую почву, вы заметили, что по структуре она очень похожа на земную. А значит, что и булыжник при должной обработке может стать обычным булыжником земли, который легко может поддаться обработке. Ну, в принципе, как я и говорил, мое предположение оказалось верным. Нас следом просят сделать глину. Для выживания необходимо приспосабливаться и изменяться, так же, как это делает глина. Столь универсальный и уникальный в своем роде материал. И его необходимо заиметь для дальнейшего выживания. Тем более, что из него можно скрафтить много чего полезного. 16 клей, а нас просят сделать этим квестом. Хорошо, мы сделаем, не проблема. Немножечко фарма нас ожидает, я так подозреваю. А глина, если я все правильно помню, крафтится у нас в крусибле. Я, получается, вот сюда вот, хоп, ставлю. Все замечательно. Крусибу у нас обычно есть. И сюда в крусибу я должен закинуть что-нибудь, из чего можно эту самую воду выжить. У нас здесь на базе это обычные вот эти вот деревья. И вот эти усаженцы, получается, я сюда должен загрузить. И, получается, столид, это, если я все правильно помню, твердая. И флюид, это как раз жидкая. И под собственными весами, под действием гравитации у нас, получается, выжмется из нашей листвы обычная вода. И поместив даст, в эту воду мы сможем получить глину. Теперь же нам нужно как раз получить этот самый даст. У нас есть вот эти вот четыре каблустоуна. И если я их сломаю нашим топором, то я переделаю их по заветам логики. Более мягкий материал, а именно в гравий. Гравий под воздействием нашего не топора, а молота превратится уже в песок. А песок под дальнейшей обработкой превратится в даст. В обычную пыль. И пыли у нас получается четыре штуки. Из одного блока пыли и воды у нас получается один клей. Один блок клей, это как раз четыре глины. А четыре блока по четыре глины, это получается 16 клей. Как нас и просили изначально. Замечательно. Тем временем у нас уже крусибл первый раз добыл нам необходимую нам воду. Как только я сюда даст закину, у нас образуется клей. И также я его отсюда забираю. И закидываю сюда обратно оксаплинги, потому что нам еще, как ни странно, понадобится эта самая вода. Первый клей, который я здесь делаю, я его сразу переделаю в ведро. То есть я буквально слеплю своими руками из глины обычной непережаренной ведеркой. И закину его, получается, в печку. Для того, чтобы это самое ведро здесь пережарить. И зачем мне понадобится это ведро, вы узнаете чуточку попозже. Потому что на таком прекрасном моменте я потихонечку буду заканчивать эту серию. Мне предстоит за кадром небольшой период фарма, при котором я буду добывать большое количество булыжника, перерабатывать, продолжать и добывать воду буквально из саженцев, выжимая из них все соки. Ну а дальше только интереснее. И будет ли продолжение этой сборки, зависит сугубо только от вас. Ну, а пока на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышемся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok